Девушки отдыхают Девушки отдыхают Команда воли против команды Харламова Наказание для проигравшей команды Было отрастить усы И сниматься в новых съемках То есть сегодня сниматься с усами Как вы поняли мы настолько дебилы Что сыграли в ничью Да И поэтому Под ваши аплодисменты Весь комедий клаб Вот как мы выглядим Поехали Да ребята мы сделали это Это плохо Это отвратительно И я только проверено Посмотрите просто Аверин выглядит как человек который Смотри Ну реально он выглядит как человек Который говорил Мы ездили в Солсбери Просто смотреть на шпили Вот это Слушай ну а ты на самом деле Посмотрите Харламов самый хитрозадый Всегда Типа Он говорит Я усы не сбривал И борода Вы ничего про бороду не говорили Ну так и было Про бороду ничего не говорили Про бороду Карламов знаете на кого похож Он похож на Ленина Который утонул и всплыл все равно Ты видел себя со стороны Что вы такое говорите Это не правда А вообще про воля хочу сказать Что ты вот знаешь кто Ты продажный коп Вот ты кто Сейчас Я да Я коп который сидит на берегу Майами И ждет катер с кокосом А я еще знаешь Если на меня пальто надеть Я вот этот который Пойдем мальчик Эйфелева башня в подвале Я покажу Я покажу Пойдем Пойдем Не ты Печкин Печкин Вот ты кто Ты Печкин Я Печкин Да Сто путок Это знаете Это когда я Гостям буду говорить А я вас почему говном обзывал У меня велосипеда не было Да 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 Сто процентов А Демис посмотрите Какой красавчик А ну посмотрите А Какие Красивые Ухоженные усы Сразу видно Что у Демиса Парень барбер А вот кстати Барбер Демиса Вот он Кстати да Это мое да Ты шикарно выглядишь Честное слово Так А где баттер Да баттер Выйди Посмотрите какой человек Посмотрите Баттер похож На человека Который недавно вернулся Из армии Вот это вот 40 лет назад Он вернулся из армии Из армии поклонников Ольги Бузовой Вот Это тот человек Которого Ван Дамм бил Первом фильме своем Слушайте Есть Ваня Половинкин Вань Выйди пожалуйста Это сам Посмотрите Это человек Из-за которого Началась Первая мировая война Который Как раз Убил Эрцгерцога Фердинанда Вот это Вот это он А вообще Вань Ты должен выходить С текстом Фуру Не видели Где ты Оставил здесь Фуру Твою Бандера Смотрите Это человек У него должны были быть Классные усы Но на него Напали собаки Просто Бандерас Ты лучший Нет Если честно Смотрите Кто Самый Качественный Вася А? Это Пабло Эскобар После Ковида Переболел Чуть-чуть Да Ему надо Маракас Какие-нибудь И сомбреро Вот такой Избрить Усы Желательно Да Зураф Самый лучший Честное слово Костян Вот Костян Посмотрите Вот кто Вот Знаете Похож на человека Из анекдота Когда муж Возвращается Из командировки А там Вот эта Вот хрень В шкафу Не А вот этот Вот возвращается Вот этот Как раз двое Нет Вот кто Андрюха Давай Сними очки Посмотрите Это же Это Это тот человек Который Сорок лет назад Обыграл американцев Баскетбол Это вот Это вот он Так Слушайте Ну Люсьок Ну мы же просили Отращивать усы А не ворота Ну что это такое Люсьок Люсьок отрастил Кстати Горелый Тоже отрастил Ворота Посмотрите О это Это игра Просто Матч Подожди Подожди Вот так вот Встаньте Да Зурыч Можешь ты Напротив Друг друга Чтобы немножко Черчесова Присутствовал Слегка Это все Конечно Ужас Ребята 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 Хватит ерундой Страдать Зритель ждет Пора начинать Мне кажется Да Всем привет Мы команда Я молодая мать Здравствуйте Слушайте Я Гормональная Никогда не думал Что я скажу Но у Марине Усы идут больше Чем половинки Ну это точно Слушайте Ребята Мы с вашего позволения Пошли за кулисы Чтобы сбрить это Немедленно Этот ужас Не должен продолжаться Это Камеди Клаб Давайте Давайте Уходим 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 Все 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 Вот теперь Я это я Я вас приветствую Здравствуйте Ребята Привет Здравствуйте Здравствуйте Я остался при своих Ты не стал Да Слушайте Ну мы вас приветствуем Здравствуйте еще раз Добрый вечер Добрый вечер Здравия Давайте сразу Оговорим Почему у нас кресло На сцене Дело в том что У нас старый человек Здесь есть Которому недавно Прострелило спину Мне операцию делали Зачем ты Про операцию Ты зачем говоришь Не обязательно было ей говорить Окей Ну я уже сказал Паш На что На что делали операцию На голову Если я же про операцию Начал говорить В юмористической передаче Давайте вернемся Просто к юмору Все хорошо Аплодисменты нашим гостям Ребята Давайте Давайте начнем У нас в гостях Музыканты из Грузии Группа Браво Метехи Вот они Вот они Вот смотри Где может быть Группа из Грузии Конечно Где очень много Мужчин в черном Весной 20-го года Во время пандемии Группа начала Вести в социальных сетях Рубрику Песни для братских народов Исполняя камер-версии Известных песен Республик бывшего Советского Союза 10 апреля 21-го года В Москве состоится Сольный концерт Группы В концертном зале Мир Все верно? Слушайте Но я если честно Я думаю что зал меня поддержит Я не знаю Ни одного грузина Который не умел бы петь Это правда Вообще Я ни одного не знаю В Грузии вообще есть мужчина Который не умеет петь? Я думаю что в Грузии Пол ребенка так определяет Умеет петь мальчик Не умеет девочка Ну пусть Примерно так Если умеет петь и девочка То Кэти Топурия Или Ракли Перскалава Единственный человек Который не умел петь Это Саакашвили Да ладно Там Вся его карьера Такая песня Вообще Это однозначно Послушайте Вы можете какие-то там Вечи спеть Там сходу допустим Которые мы будем предлагать вам Ну нет Давайте сначала послушаем Как ребята в принципе поют Да Может быть это все вранье Сейчас Начнется Ну вот например Просто пришли в черных рубашках Вот когда сейчас Во всем мире Грузины напьются И начнут петь Популярные песни Русские В грузинской манере Так А ну-ка парни Никто не узнай Удара подали Мы пчелам И витамин До утра Ужали Шушали Мы Город Это Жары Меня Объедела Луна Ты пчела Я пчела Вон На пылью Ты мне повезет С тобой мне повезет Ты пчела Я пчела А мы Любим А мне Повезет С тобой Не Пчела Я пчела А мы Любим А Мне Повезет Точно У Нес О Не Не Останавливайтесь Давайте Еще Это Невероятно Невероятно Как Закотелось Шашлыка И вина Прям Сейчас Вот например Еще одна песня Когда они Чуть-чуть Подали Грузину Так Белого вина Так И пошло Давай Твоя песенка Спета Коломки молчат Ееееееее Клава только Классо Покинула Чак Послушайте Ну а главное Королева Верховодчица Всех ведьм Ольга Бузова Знаете какую-то песню Нет Вот до этого песни Вряд ли вас продвинут Шоу-бизнес Но если у вас есть Бузова Это сразу Моментально Все Все ее кукушки Сразу к вам Давайте Ольгу Бузова Дадим ей Привет Давайте Оля Оля Бузова Мы тебе передаем Привет Привет Как хорошо Что ты рассталась С Давой Поверь мне А семь грузин Лучше одного армянина Давайте ребята Давайте Все Проще Уже Не кажется Так Бесконечно Без себя Мало 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 Я открываю мир других мужчин Так Забавно Слушать Что Семь мужиков Поют Про то Что они открывают мир Других мужчин Это забавно Слушайте Это максимально круто Вообще Спасибо вам огромное Кайф Как классно Послушайте Но вы же понимаете Что вы Семь мужиков В черной одежде Которые вместе Поют Вживую Под гитару Вы все натуралы Вы приехали Покорять российский Шоу-бизнес Вам нечего Ловить Ребята Вы молодцы Вы просто шикарные Слушайте Давно не было В Камеди Клубе Чего-то вот такого Вот настоящего Пламенный привет Всей Грузии И удачи вам в России Аплодисменты Какие кайтовые А Браво Мэтеки Ну а теперь От интеллигентных Взрослых Прекрасных Замечательных Умных Талантливых Людей Мы переходим К ТикТоку У нас в гостях Топовый ТикТокер Инстаблогер Летсплейщица Валя Карнавал Валя привет Слушайте Ну если честно Валя Карнавал Да псевдоним Да Правильно Ну да Да Ну просто звучит реально Как будто ты вор в законе Валя Карнавал Ну может так и есть Сейчас немножко 20 лет еще пройдет Состаришься и будет Валюша Карвалу В ноябре я выпустила книгу Здорово бандиты Мечтай и ничего не бойся Вот такая книга Да Есть такое Здорово бандиты Мечтай и ничего не бойся Да Такое ощущение да Как будто с НТВ на Дисней Так тюк Переключили Здорово бандиты Мечтай и ничего не бойся Просто Вечер в хату Открой себе принцессу Вот Фарту мастии Приключений Рапунцель Жизнь ворам и миньонам Вот такие Такая книга В двадцатом году Выпустила несколько синглов Психушка Истерика И дуэт с Давой Ну и что Да Было Было Я просто Психушка Потом истерика Потом дуэт с Давой Это звучит как Стадии принятия Дуэта с Давой Послушай А как вообще попадают В ТикТок Так чтобы становиться Звездами Куда К какому продюсеру Надо прийти и сказать Смотрите Вот так могу Еще Вот так могу Ну да То есть Вот так могу Какому дому ты принадлежишь Или ты бездомная Я домная У нас Дом называется Хайпхаус И вот сидит Человек Можете у него Можете его гасить Давно ли сидит человек Можете его гасить Так подожди Человек ты кто Продюсер основатель Продюсер основатель ТикТок дома Хайпхаус Хайпхаус Да как зовут тебя человек Заир Заир Как фамилия твоя Юсупов Заир Юсупов Да Я ни одного Русского продюсера Еще не встречал Серьезно Как ты их вербуешь Как это получается Ну я начинал просто С ними работать Как менеджер Они были все По регионам Мы начали работать Потом получилось то Что мы приехали в Москву И собрались Что значит Как ты начал работать Они же просто снимают видосы Привет У меня доброе утро День и ночь А ты просто Ну они же растут Сюда иди А как я точно узнаю Вы продюсер или нет Я Заир Юсупов Не ну сначала Я не был продюсером Я сначала был просто Менеджером Который помогает им с рекламой А потихоньку Потихоньку Начал развиваться В этом направлении Надо ближе к рту Потихоньку Начал развиваться В этом направлении Ты же продюсер Такие простые вещи Ближе к рту Ну я просто не показываюсь Нигде Показываешься нигде Ты первый раз на людях Просто нигде Ну вот честно говоря Вот странно Вот у ребят из Браво Матехи Несколько тысяч подписчиков У Вали Несколько Миллионов Я предлагаю сейчас Всем вместе Отписаться от Вали Ну подождите Она же их заслужила Вот я помню Ты когда Вот Дин Саев Ты сказал то что Типа Кто такая Валя Карнавал Чу сидевшая Вот этот вот отрывок Он крутился целый месяц Серьезно Да серьезно С твоим вот монологом Целый месяц Где наши деньги А? Где отчисления Вот ты продюсер У нас есть отличная заготовка Да вот я допустим Что делать Гарику В ТикТоке На 10 секунд Придумать какой-то монолог И сказать его И выложить Все пожалуйста Какой-то монолог На 10 секунд Да На 10 секунд монолог Да Да просто какой Ну Ты чокнулся совсем Подожди Вот Дин Саев Он уже сказал Кто такая Валя Карнавал Чу сидевшая Это залетело Целый месяц крутилось Это монолог по-твоему Это монолог Ребята Работать становится проще Теперь мои выступления Вот так вот будут Добрый вечер Отлично Не свитер А говно Пока Всего хорошего И все И ты месяц-месяц Крутишься где-то там Слушайте Класс Так Сколько у тебя Рабов 8 людей Которым я помогаю Которые живут В хайп-хаусе Развиваются Давай знаешь как У меня есть 8 людей Которые мне помогают Хайпово жить в хаусе Это твой честный текст Должен быть Нет На самом деле Я им помогаю Я то есть У меня нет личной жизни Я наоборот По сто Двадцать Двадцать Четыре часа А как ты расслабляешься Подожди секунду Но я хочу узнать Как докажешь Что у тебя нет личной жизни Как Где женщины Мужчины Ну я бывает Куда-то уезжаю Неожиданно Куда это ты Ездишь? Это вот этот момент Когда они восьмером По дому ходят Где продюсер Я так понимаю Что ты уезжаешь В регионы Как часто Нормальная Смотрите Это Юля Гаврилина Тиктокерша Тоже активная Смотри Смотри, этот сразу Такой слился Сейчас они все узнают Про меня Подождите Но я же продюсер Я же должен вас познакомить Я же вас должен познакомить Нам какая разница Когда трахался последний раз Когда ты поворачиваешь Конечно Когда ты поворачиваешь рот Держи микрофон Здесь же Здесь же Понимаешь? Потому что вот это Это другое Сходил на передачу Да? До этой же программы Он авторитет у вас был Правильно? Ну теперь уже Вообще непонятно Зачем Он куда-то там ездит Раз в неделю Но мы не спрашивали Приезжает какой-то довольный Счастливый Все штаны порван Санитайзерами моется Вот так вот весь И потом заходит Глаз горит Итак Работаем, ребята Нет Нет У меня спрашивают А что такой довольный Такой А у идеи Это очень грустный Очень грустный Да Так Да что-то тикток у нас Хреновый А потом через день А! Понеслась! Ну да! Стоит-то Послушайте Что ты собираешься Делать дальше? Как ты собираешься Перевернуть этот чертов мир? Тут должна играть Мотивационная музыка Мотивационную музыку, ребята Быстро Какую-нибудь Просто такую Я собираюсь Захватить Тикток И стать Самой Самой, черт возьми Популярной Тиктокершей Послушайте Ну вы молодые Вы дурачитесь И это классно Мы хотим вам пожелать удачи Валька Нова Конечно С продюсером своим Поаплодируйте Удачи вам во всем Во всех ваших начинаниях Давайте начинать Камеди Клаб Добрый вечер Поехали На сцене Иван Половики Слушайте Я женат 10 лет И у меня за это время Накопилось Очень много вопросов Поэтому сейчас Никакого монолога не будет Будут только вопросы Девушки Вот почему Когда мы женимся Нам говорят Что семейная жизнь Это корабль На котором мы вместе Отправляемся к счастью А потом выясняется Что на этом корабле Женщина всегда капитан А мужик Это вот этот чувак Который уголь Всю жизнь подбрасывает И она вот так стоит И такая Медленно плывем Ваня К нашему Общему счастью Устройся на вторую работу Смотри Как Петровы быстро поплыли Корабль такой большой Трехпалубный В центре Москвы Свой Почему если она предлагает Что-то новенькое в постели То это эксперимент А если я предлагаю Что-то новенькое в постели То это Попробовал с телками Где-то на стороне Да Теперь домой ты тащишь Девушки Почему ее деньги Это ее деньги А мои деньги Это Ваня В семье не должно быть Такое Твое или мое В семье все должно быть Общее Да Просто вопросы Просто вопросы Почему если ночью Ей жарко Я должен вставать И открывать окно Мне не жарко А когда мне жарко Она говорит Ну ты просто Раскройся Девушки Почему у вас Пяточки А у нас Фу Убери Девушки А где вот эта грань Между Ты мужчина Как скажешь Так и будет И Не указывай мне А? Почему если она Напилась на корпоративе То Вань Я вообще-то Весь год работала И имею право Один день отдохнуть А если я напился На корпоративе То это Алло Ваш сын алкоголик Как это работает У вас А девушки Почему мой друг Кобель А ее подруга Она просто Запуталась Вань Она Так вот Почему Девушки Вот Сколько Должен длиться Поцелуй Чтобы ей Не показалось Что я это делаю Без души А? Почему Стриптизерша На мальчишнике Это Да потому что Вы кабели И Ваня А стриптизер На девичнике Это Просто с подругами По приколу Заказали Ты чего Почему Почему если я Разбил тарелку То я рукожоп Который ничего Не ценит в семье А если она Разбила тарелку То это Вы сами Все знаете Понятно Почему Почему Если я Не выкладываю С ней Общие фотографии В соцсети То это потому Что я ее прячу От шлюх своих А если она Не выкладывает Общие фотографии В соцсети Она не хочет Ломать концепцию Своей страницы Девушки Почему Что бы мы ни сделали Вы все время думаете Что мы трахаемся Пришел поздно с работы Трахался Уходишь пораньше На работу Чтобы успеть Потрахаться А если я прихожу домой И не хочу есть Значит так хорошо Потрахался Что еще и покормили Да Просто вопросы Просто Почему Если я Получился Классно на фотографии А она не очень Она удаляет Эту фотографию А если я Не получился А она получилась Она ее выкладывает Потому что Вань Да кто там На тебя смотреть будет Почему У нее мамуля А у меня мать И вообще Почему Я должен Ласкать Обольщать Удивлять Поддерживать Не огорчать Быть чистоплотным Иметь чувство юмора Защищать Целовать Жертвовать собой Уступать Платить Доверять Подставлять плечо Заботиться Быть умнее Утешать Развлекать Быть романтичным Вести себя по-мужски А она Никому Ничего Не должна Аплодисменты Аплодисменты Не, не Вы конечно Можете спросить А что ты не задал Эти вопросы Жене Задал Она вот как вы Просто посмеялась И ничего не изменилось Просто живем дальше Я коплю новые вопросы И все Пока, пока АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Половинкин! На сцене Антон Иванов и Дэмис Карибидис! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Москва-Сити. Кабинет крупного начальника крупной компании. Валерий Павлович, посмотрите, что принес вам Витя Гвоздиков на прощание, а? Леща на прощание вам, а? А почему? Потому что Витя Гвоздиков идет нахрен с этой работы, понятно? Понятно? Потому что Витя Гвоздиков уже богатый. Витя Гвоздиков такой богатый, как будто все птицы мира на меня нагадили, понимаешь? Как будто Боженька собрал весь фарт вот так и на Витю Гвоздикова сверху. На! Прости, Витя, я виноват, прости, понимаешь? А ты засунь свои 45 тысяч в месяц в задницу, понял? Но не сразу, а по полторы тысячи в день. Прям на месяц хватит, проверено Витей Гвоздиковым. А Витя Гвоздиков что? Витя Гвоздиков идет покупать себе что-то дорогое, чего у него не было никогда. Типа AirPods. А? А? А ты звони в полицию, в роддом, скажи, что у тебя тут нищеброд сдох и родился миллионер. Витя Гвоздиков, вот он, вот он. Что ты дальний свет вылупил на меня? Подбери свой бампер, у тебя упал. Вспоминай, как рукой писать. Никто вам больше в принтере краску менять не будет, понятно ты? Витя, Вить, а что происходит? А что происходит? Витя Гвоздиков теперь богатый. Все, Витя Гвоздиков теперь богатый. А знаешь почему? Почему? Потому что смотри сюда, 50 тысяч долларов упало, а? Смотри, от кого Азина-2 топора тащи, понял ты? Нас схавал, съел ты, понял? Витя, просто цифры на экране появились, да? Мне прислали сообщение, говорю, 50 тысяч долларов, смотри, мне упало, все. А ты сидишь, сядь тут в кабинете, смотри в окно, как я на BMW с каршеринга сейчас на снегу напишу. Пока, сука! Витя, Вить, Вить! Хорошую жизнь, понял? Витя, можно тебя на секундочку подойди, пожалуйста, напоследок? Напоследок подойду, завтра от меня уже человек будет приходить, что? Витя, смотри, мы заходим на сайт Азина-2 топора, напомни свой аккаунт, продиктуй. Какой? 2207, и что? 50 тысяч долларов, понимаешь? Чепуха ты, наголимая, схавал. Витя, смотри, это фейковый аккаунт, его не существует, тебя обманули, это обман, понимаешь? Денег никаких нет, еще тысячу рублей надо заплатить. Еще тысячу? Витя, у них такая схема, понимаешь? Они заманивают тебя большими деньгами, ты платишь, они испаряются, их нет, это мошенники в интернете. Они обманывают таких простачков, как ты, и все, Витя, никаких 50 тысяч долларов нету, Витя. Простите, ради бога, что-то я, это, меня понесло, что-то я, Витю Гвоздикова, что-то. Витя, давай, иди работай, все. Сделаем вид, что ничего не было, хорошо? Простите, честное слово, я просто стыдно, так как, давайте я леща обратно заберу, хватит. Работай, Витя, иди. Хорошего дня тебе. Простите, честное слово. Бывает, Витя, все. Катенька, а можно ко мне больше никого не впускать, а? Хорошо, у меня будет сейчас очень важный звонок по работе, спасибо. Я кто? Я? Я Витя Гвоздиков, понял ты? Встань, когда с тобой Витя Гвоздиков разговаривает, руку на сердце положи, такой человек перед тобой стоит. Дыши ровно ты, не переживай, я нищебродством переболел уже, у меня антитела, понял ты? Витя, что происходит? Что происходит? Что происходит? Ты ничего не знаешь про Витю Гвоздикова? Почему? Потому что ты Форбс не выписываешь, понимаешь? Витя Гвоздиков взорванный чувак, а где-то люди живут со своей гнедосной жизнью и даже не подозревают, с кем они в электробусе ехали сегодня. Теперь я буду с твоей секретаршей спать. Знаете, почему? Потому что жена должна спать с мужем, понял ты? Я вообще... Я сейчас пойду себе куплю кроссовки черные, просто с красной галочкой, с салатовыми шнурками, чтобы когда я заходил, аквадискотека останавливалась просто, понял ты? Витя, что случилось у тебя? Что у меня случилось? У меня дядя в Кене умер, сюда смотри, миллион долларов оставил мне, понял? Вот, смотри, видишь, письмо я в гугл-переводчике все перевел, все нормально, у меня уже самолет во Внуково стоит заряженный, еду в Кению подписывать документы. Витя, а можешь я на секундочку подойди, я хоть покажу тебе кое-что? Что ты мне покажешь? Зависть свою покажешь? Что ты покажешь? Нет, смотри, вот это моя почта, видишь? Да что твоя почта? Вот моя почта, смотри, флипой что ли ты? Кроты покусали или что это? Непонятно. Вот, русскими буквами написано, дядя умер в Кене, миллион долларов, даже по-английски написано, uncle die in Kenya, one million, даже по-африкански написано, нгололо манала дулулу, дулурала баленго. Витя, пожалуйста, свое баленго. Витя, а баленго свое закрой, пожалуйста, Витя, смотри, месяц назад мне пришло такое же письмо, что у меня якобы умер дядя в Кене, видишь? А я не повелся, а ты повелся. Витя, это обман, развод опять, очередной раз, понимаешь? Ты отправляешь им деньги, они типа делают документы, а их нету, все, и ты будешь отправлять столько, сколько они скажут, да. Ты уже отправил? Я отправил. Витя, ну какой дядя в Кене, ну откуда? Ну у меня бабушка на Олимпиаду ездила. На Олимпиаду по физике, Витя, в Екатеринбург. Кенницы до туда не доезжали, ну откуда? Ну ты же должен был знать, что у тебя есть дядя в Кене. Ну, такой очень заметный родственник в Екатеринбурге, так сказать, белая ворона в семье твоей. Я, наверное, в этом году премию не буду просить у вас. Да, Витя, не стоит просить, а вот уже мозг нужно включать. Давай, развивай свой мозг-то, пожалуйста, Витя. Давай, стартуй, что ты остался-то, задержался на месте? Начни с чего-то, не знаю, там, ежику яблочки подрисуй. Помоги мышонку выйти из лабиринта. Купи пазл, наконец, домой, только не сложный. Из двух частей. И все. Ты справишься, Витя? Давай, иди. Все, работай, Витя. Давай. Я пойду машину вашу помою, наверное. А что с моей машиной? Я просто не думал, что так получится. Я сиканул на нее немножко. Много раз. Витя, да, иди, по-моему, будет замечательно. Вот уже начинаешь думать, мыслить. Давай, Витя. Вот, вот, вы поймите, я так не считаю, как сейчас я говорил. Просто когда я миллионером был, я так считал. Я сейчас так правду говорят, что бабки крышу сносят. Да, Витя, я понимаю, все, иди. Как хорошо, что вы такой добрый, благородный человек, а не гнидозная какая-то мразь. Спасибо тебе, Витя, за комплимент. Иди давай. Извините, ради бога. Следующий раз думай, когда заходишь. Катя, я ж просил никого ко мне не пускать. Я по работе буду сейчас звонить, понимаешь, Катя? Соси гнидозная, ты шкура, понял ты? Вот тебе мое отношение, на. Целуй, пока очереди нет, ты придурок. Все. Что ты сидишь, ты? Ты губернатор, скажи мне. Что? Ты губернатор? Нет. А что ты тогда со мной разговариваешь? С людьми ниже губернатора не общаюсь вообще. Все. Я смотрю, ты не въезжаешь, да, ты чепуха ты, Галимая. Не понимаешь, да? Смотри сюда, порнуху, когда я смотрел, я там что-то клацнул. Мне 100 тысяч биткоинов упало на лапу. Все, а? Схавал? Мне позвонили, сказали, какой-то сервер надо купить за 30 тысяч. Я говорю, у меня 3200. Они говорят, ничего страшного, скидывай 3200. Я думаю, 3200 для криптомиллионера. Что такое 3200? Ну, в общем, я посмотрел, сколько криптовалюта сейчас стоит. Там получается, там получается, иди, получается, понятно так? Вить. Кура, ты схавал, а? Вить. Вить, у тебя все? Да, у меня все. Просто клац... Я понял, Вить. Витя, это очередной развод. Да заткнись ты! Заткнись ты, тварь! Ты мне уже 2 раза денег лишил! Обокрой, закрой свой нищебродкий, завистливый рот, понял? Просто подпишись на меня в Инстаграм, смотри, лайкай, как люди живут-то! Скотина такая! Просто, просто смирись с богатством Вити Гвоздикова, ты, Валера Гвоздиков. Как ты меня задолбал, Витя, а? Ну как может быть настолько тупорылым старший брат, а? Да я всю жизнь тебя на горбу долбоящера тяну! Ну ты же тупой, а? Тебя в магазине косирша спрашивает, десяточку не посмотрите. Ты что отвечаешь? Показывайте! Вить, ты кто такой? Тебя не взяли в Росгвардию! Это показатель, Витя! Поэтому, пожалуйста, не читайте эти смс-ки, не отвечайте на эти письма. Тебе никто деньги не перечислит, кроме меня и матери. Это же машина! Бездушные твари, они обманывают людей без башки, ты понимаешь? Таких, как ты! А ты им деньги отсылаешь, ты, сука, мои деньги отправляешь им, понимаешь? Потому что я единственный в этой фирме работаю! Собственно, вам зарабатываю деньги, Витя, а ты мешаешь мне? Иди отсюда! Просто одно уточнение. Это про биткоины тоже звездёшься, да? Да. Я пойду машину вашу помою. Ты что, опять её псикал? Я первый раз не успел помыться, смс-ка пришла про биткоины. Витя, иди, мне надо работать! Извини, брат, прости, брат. Иди давай. Прости, брат. Катенька, пожалуйста, моего брата больше ко мне в кабинет ни под каким предлогом не пускать. Я говорю, у меня важный звонок, дайте мне поработать! Кошмар какой. Алло, здравствуйте, это служба безопасности банка вас беспокоит. Меня зовут Игорь, да. Дело в том, что на вашем лицевом счёте замечена подозрительная активность. Вы не могли бы мне продиктовать пин-код от своей карты, я запишу. Ага, спасибо, давайте. Один, два, три, четыре. Да блин, Витя, это опять ты! Боже мой, какой же ты дебил, а! Спасибо! Ваши деньги должны работать. Откройте вклад в ваш успех в Газпромбанке, и ваши деньги будут работать и заработают вам ещё денег. До 6% годовых. Вклад в ваш успех в Газпромбанке. Для тех, кто умеет вкладываться. Вклад в ваш успех в Газпромбанке. Спасибо! 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 Ребята, привет! Класс! Баб, баб, баб! Слушайте, хотел сегодня поговорить про наш российский интернет. Замечали? Наш интернет очень злой, токсичный прямо. Комментарии особенно. Кто считает, что у нас злой интернет? Просто поаплодируйте, чтобы я знал. Что не скажешь, что не выложишь в комментах, просто два камаза говна на тебя. На сразу и всё. Я уверен, под этим видео будет первый комментарий. Сам ты злой, пензенская гнида, тощая, гори в аду. Вот это вот. Ребята, просто случай. Я недавно выкладываю в Инстаграм вот такую вот милую фотографию. Покажите. Ну, согласитесь, да? Я заморочился, я полетел на море специально. Я ждал закат, я разрубил жену. Отпросил пакистанского официанта на целый день. Фотой нас, фотой. Надо в Россию послать веселье. Пусть люди повеселятся. Настроение для людей в Инстаграмушке. И в первую минуту прилетели комментарии. Вот такие, самые первые. На бутылку сел. Воля, чмо. Вали обратно в пензенский цирк. Вот так ты перед армянами ноги и раздвигаешь. Ладно. Про армян люди правы. Наш интернет очень агрессивный. Очень, ребята. Вот если бы Иисус сейчас жил, и у него бы был Инстаграм, я уверен, там было бы, а потла ты ходишь по воде, а в Африке нечего пить. Конечно. И сразу комик. Да он никто ему все, отец дал. Клянусь. Везде агрессия в Интернете. Но, ребята, я нашел. Есть оазис добра в Интернете. Местечко, где нет злых комментариев. Как вы думаете, что это? Давайте. Сайт канала Бибигон? Нет. Инстаграм Каркуша? Нет, ребята, нет. Вы никогда не догадаетесь. Это порно-сайты. Там доброта прямо из всех щелей, во всех смыслах. Там в комментариях никто никому не трахает голову, там прямо на видео. Это все происходит. Никто не придирается к орфографическим ошибкам. Все понимают. Очень сложно печатать одной рукой. Вторая занята. Я, готовясь к этому монологу, клянусь вам, я пересмотрел огромное количество порно-сайтов. Более того, я признаюсь, я готовился к этому монологу каждый день с 14 лет. Да. Вот, мужики, смотри. Ага, мы тоже готовились. И за все это время мне один комментарий показался странным. Вот он. А что за песня играет на седьмой минуте? Сука, меломан. Что за ситуация такая? Так, давай, давай. О, о, что началось? О, смотри, вау. Это на волнах, волнах. Я знаю, как сделать наш интернет добрее. Надо сделать плохие комментарии платными, чтобы люди копили на пошел в жопу. Появятся люди, у которых ипотека на умри, тварь. Чтобы люди скидывались на плохие комментарии, чтобы Бузову выпустил новый трек. И ей сразу в комментариях, не песня, а блёвань. Мы скидывались всей Тверской области, Оля. Спасибо, да. Чувствуете, сразу другая тема. И сейчас такой интернет, такое информационное поле просит все тебя откомментировать. Мне постоянно звонят на телефон, телеканалы, порталы, всякие соцсети. Павел, прокомментируйте, Павел, прокомментируйте, прокомментируйте, прокомментируйте. Ну вот просто реальный случай. Я недавно сижу с сыном дома, делаю математику вместе с ним, что-то 6 плюс 2, 8 минус 4. И вдруг взрывается, сука, телефон оттуда. Дворец! 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 Я подумал, выглянув в окно, наверное, средневековье, сука, вернулось. И думаю, что за дворец? Дворец! Дворец! Думаю, наверное, Галкин какую-то новую фигню строит. Надо как-то отреагировать. Зайди в YouTube, фильм про дворец. Зашел в YouTube, посмотрел фильм про дворец. Почитал комментарии. Все, все точно знают. Один пишет, это точно его дворец. Другой пишет, точно не его. Это не точно, да нет, ты точно. Дворец! Я знаю, какой дворец у Мартиросяна. Я там был, я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал, вот, Пашка, смотри, это мой дом. Если будет какое расследование, Пашка, это твой дом. Я знаю, какой у Мартиросяна дом. Я знаю, какой у меня дом. Я знаю, какие у Харламова полдома. Я это знаю. В России много хейтеров. И я понимаю, в чем проблема. Мы направляем хейт друг на друга. Нам нельзя, нам надо объединиться и хейтить других, какого-то внешнего врага, понимаете? Сколько гадостей писали Ирине Шейк до расставания с Брэдли Купером. Вагон гадостей. И как только Леди Гага отбила Брэдли Купера себе, сразу напихали этой Леди Гаге. Она уже в какой-то момент была не Леди Гага, а Леди Гага. Вы видели эти комменты? Это первая американка, которая гуглила слово «марамойка». Я обожаю Леди Гагу, обожаю... Но с каким удовольствием я читал «Сдохни, тварь». Я думал, наши давай, учи русские буквы. Я хочу обратиться к злым комментаторам. Я вас не осуждаю. У вас мощный потенциал. Ребята, мощный. Я предлагаю всех хейтеров объединить специальные хейтерские диванные войска. ХДВ, чтобы были. Чтобы на параде на Красной площади диктор объявлял «На Красную площадь выходят хейтерские войска». А не «Да блин, тут ничего красного, ёлки». Диктор лох ублюдок. А, смотрите, танк-тринанк. Я вижу эти войска, которые хейтерские перед границей заряжают обоймы. Сыка, 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 сыка. Иди на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот эти, которые, артиллерия, которые нас это не устраивает. Писка! У нас в России очень много хейта. Я задумался, откуда столько агрессии в нас, ребята? С чего-то все должно было начаться, правильно? Почему мы из обычных добрых людей превратились в хейтеров, да? Где эта матка хейта? Где этот эпицентр злой агрессии? Где эта сволочь? Где этот нулевой пациент? Где этот ублюдок? Я долго искал, и я нашел это видео. Внимание! Суки! Позорище! Этики-дебилы! Козлы вообще! Ты кто? Никто! Говно, говно ты! Алкашик-шлюшки! Козлы какие-то! Быдло и шараки, чмо! Кто не аплодирует, тот вонючка! Говно, говновое! Дед, ты обоссался! Сволочь и вонючка! Ты бомж, бомжара! Объявляю вам тупицам так, как надо! Я со сцены обсирает Павел Воля! Но что за гнида, а? Так что, получается, весь Кейт в России начался с меня! С меня! Но, понимаете, я смог измениться! Я не говорю больше со сцены гадости! Я говорю, Лейсан, я люблю тебя! Поэтому можно поменяться! Ребята, давайте вместе меняться! Любовь, ребята, это самое главное! Поэтому ты в отвратительном свитере, потлату свою, обними! Ты, как свинья, жарешь весь вечер! Влюбись в кого-нибудь! Лысый, ты вставь зубы! Извините! Всем любви! Всего хорошего! До встречи на следующей неделе! Вонючки! Спасибо! Спасибо! Спасибо огромное всем, кто нас смотрел! Спасибо огромное всем, кто был в зале! До следующей пятницы! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо!